Сотрудничество между Министерством по чрезвычайным ситуациям и Русской Церковью ведется уже давно. Это двухстороннее взаимодействие, которое помимо различных мероприятий, включает в себя и обучение специальным навыкам священнослужителей и сестер милосердия, работающих в условиях чрезвычайных ситуаций. Осуществляется и помощь со стороны Церкви в подготовке сотрудников МЧС. О примере такого взаимодействия Министерства и Церкви в Республике Коми наш следующий сюжет. Не секрет, что когда случается беда, пожалуй, даже самые неверующие люди начинают обращаться за помощью к высшим силам. И ко многим она приходит. Кому в виде экстренной помощи врача или доброго слова незнакомого человека, а кому в форме неожиданного подарка или, например, быстро приехавшие машины пожарной службы. В любых чрезвычайных ситуациях важны как реальное дело, так и молитва. Для того, чтобы объединить то и другое, в Сыктывкарской епархии прошло освящение новых специализированных противопожарных автомашин. Чин освящения совершил епископ Сыктывкарский и в Иркутинский Петерим. Освящается машина всех родителей, родителей освященных, военные отца и силы. Что бы мы ни делали в этой жизни, если мы это будем делать без Бога, оно будет напрасно совершено и не увенчается успехом. И я рад, что сегодня мы именно с благословения Божия начинаем эту работу с новым транспортом. Новые машины отличаются повышенной эффективностью в тушении пожаров. В них вмещается большой объем воды, присутствует видеокамера для съемки действий служб МЧС и пострадавших от пожара. Еще особенность этих машин, то что у них есть забор воды спереди. То есть не надо машине разворачиваться, подъезжать к водоем, машина носом встала, развернула рукава и пушит пожар. Такие мероприятия, как освящение техники, жилых и учебных корпусов, торжественное освящение знамен и беседы с личным составом управления МЧС, проходят в республике Коми регулярно. Кроме того, республиканское управление МЧС взяло под свой контроль строительство нового храма в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина, святого образа, который особенно чтут борцы с огненной стихией. Продолжение следует...